История 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 Они стоят за всем, что ты видишь вокруг себя И каждая из них навечно переплетается друг с другом Собирать и рассказывать их — это то, что делает нас живыми То, что становится доказательством нашего существования Становится чем-то, что никто не в силах у нас отнять И если бы меня попросили рассказать лишь одну из своих историй Это была бы самая красивая и магичная История моей связи с человеком История о связи человека и водной стихии Человека и волны Человека и океана Океан Он был здесь до того, как появились мы И он будет после того, как мы уйдем Безграничная Мистичная И едва исследованная стихия Почему мы все так тянемся к тебе Даже не отдавая этому отчет От того ли, что мы сами Больше чем наполовину состоим из воды Когда нам плохо Нам так хочется услышать шум волны и прибоя Когда мы теряемся на своем жизненном пути Ты напоминаешь нам о том, как мало значит каждая из наших проблем В сравнении с твоим масштабом Ты напоминаешь, что можно не бежать и не гнаться Можно доверять своему течению Ты никуда не спешишь, но при этом везде успеваешь Ты не подстраиваешься И даешь себе разрешение быть разным Воплощающим спокойствие И воплощающим гнев Ты даешь жизнь каждому живому организму на этой планете Но не просишь признания или восхищения взамен А восхищаться тобою можно бесконечно Наш учитель Мудрец Друг Исток всего, что мы имеем Недавно я задумалась о том, что в мире не существует двух одинаковых историй Ни один день не повторяет предыдущий Как и в океане Ни одна волна не повторяет другую Ни одни условия нельзя с точностью предсказать заранее История, которую ты проносишь с собой длиною в жизнь Состоит из уникального переплетения событий Которая никем и никогда не сможет повториться Она принадлежит лишь тебе В этом наше личное одиночество Но в этом и наша общая магия Постоянное движение в неизвестность Изучение себя и мира вокруг Необходимость умения сверяться с внешними условиями И вовремя принимать решения Опираясь на свои ощущения Мы все будто серферы Мечтающие отыскать волну своей мечты Чтобы однажды наполнить Наше вечное движение смыслом Это история о моем одиночном путешествии к океану Куда я отправилась со всей своей техникой И желанием узнать больше о серфинге Это история о профессиональных серферах Которые связали всю свою жизнь с океаном Это история о тебе Я хочу, чтобы этот документальный фильм По-настоящему познакомил тебя с этой стихией Дал возможность прочувствовать ее Задать свои вопросы И найти свои ответы Мой путь к первой волне начался еще год назад Когда я случайно наткнулась На документальный фильм о серфинге Сначала один, потом второй, потом третий И я почувствовала, что я просто не могу оторваться Оказывается, что серфинг Это один из древнейших видов спорта на планете Он заключает в себе скольжение На специальной доске По склону прибойной волны С помощью энергии той самой волны А того, кто это делает Называют серфером Большинство источников говорят Что история возникновения серфинга Берет исток в древней полинезийской культуре Там он родился как религиозный обряд покорения стихии Удел сильнейших и храбрейших Затем полинезийские серферы Привезли эту традицию на Гавайи Где серфинг стал стремительно развиваться дальше В 18 веке капитан Джеймс Кук Описал первое увиденное явление серфинга так Человек на доске, казалось, находился на грани блаженства Так быстро и плавно Влекомый морем И только в 20 веке серфинг стал появляться На многочисленных пляжах по всему миру И на сегодняшний день стал международным видом спорта Который практикуют более 35 миллионов людей по всему миру Один из фильмов, которые я смотрела, был о Португалии И о самых больших волнах в мире в городе Назаре Я ощутила такой сильный отклик, что пообещала себе подготовиться И отправиться в свое собственное путешествие по Португалии И уже в августе я отправилась к Атлантическому океану Я жила и снимала в таких городах, как Лиссабон Затем я отправилась в Пенише Это город, где я впервые училась серфить Затем я поехала в Ирисейру, город, где я все больше и больше практиковалась Далее несколько серферов посоветовали мне отправиться на юг Португалии И затем в качестве финальной точки моего маршрута я отправилась в Назаре Я прилетела без какого-либо опыта серфинга Не зная здесь ни одного человека Ночуя в хостелах и новых неизвестных городах Не имея абсолютно никакого четкого плана, но полностью открыв свое сердце исследованию Сёрфинг-хостелы — это самое классное место для меня, в котором можно остаться в таком вот путешествии Мне просто очень нравится концепция и идея того, что одно пространство собирает людей Которых объединяет любовь к океану, к серфингу, к исследованию, к путешествиям Потому что все люди там — это люди, у которых есть своя история того, почему они здесь И все с разных стран, городов, но все ежедневно у друг друга спрашивают утром А где ты сегодня сёрфишь, на каком пляже, во сколько, давай с нами, давай мы с тобой И это просто классно, что всегда есть кто-то, с кем можно разделить свое путешествие здесь И свои эмоции, и обсуждать потом волны по три часа Каждый день я ознакомилась с новыми людьми А кто-то и вовсе приезжал ко мне в Португалию на пару недель, чтобы помочь И даже шли со мной в океан, чтобы снимать под водой, чтобы было не очень безопасно, но очень весело Кто-то открывал мне секретные места А кто-то и вовсе полностью впускал меня в свой мир и разрешал стать частью их рутины Помогая мне снять и найти именно то, зачем я сюда и прилетела Но вне зависимости от того, как именно тот или иной человек становился частью этого фильма Дело всегда было в их огромной страсти, которой они хотели делиться Сёрфинге И затем у меня появилась еще одна цель Словить здесь свою собственную первую волну Ещё год назад всё было на стадии мыслей Всё началось тогда, когда я впервые узнала о Назаре Затем я сохраняла фотографии его известного маяка Смотрела множество интервью И мысленно представляла себя там, в Португалии Снимая этот фильм, знакомясь с сёрферами И просто изучая океан И когда я наконец добралась сюда И увидела все эти локации своими глазами Общалась лично с людьми, чьи фотографии висят в музее Назаре Я осознала первый важный шаг к своей волне Силу намерения Ведь именно с него начинается всё самое грандиозное в нашей жизни Оно начинается с большой идеи и договора с самим собой о том, что С этого момента ты будешь делать всё, что от тебя требуется Чтобы его реализовать Субтитры создавал DimaTorz Субтитры создавал DimaTorz И я думаю, что это очень интересное И я вам покажу вам историю Первый раз я приехал в Хавайи Я был 17 лет И я встретил человек И он был, я не знаю, 50 лет И он сказал, он смотрит на нас Мы два друзья И он сказал, два детей Первый раз здесь Окей, ты не живёшь И он сказал, что мне нужно идти Потому что моя девушка в Португал Мне нужно закончить мою школу У меня есть мои друзья И он сказал, что я был твоей дочь Когда я приехал сюда И я никогда не уехал Он работал в серфинге Он сказал, что я останусь здесь И я думаю, что это почему Когда ты попробуешь Это друг от других спортсменов Ты получаешься И ты получаешься На море На природу И на этот баланс В твоей жизни Это потрясающе Каждая волна Это возможность Сёрферы Это не те люди Которые сидят И ждут свои возможности И лучшие волны В своей жизни Это люди Которые всегда ищут Они меняют города Страны Побережья В поиске счастья Я изменил Моя жизнь Сёрф Всего дня Или быть на пути Сёрф Потому что Я была удача Я грампу Там Это В России До В Устрии Которые Индонезия Или Которые Восе Коехали Я всегда Сырф Я не был в доме И я люблю Моя жизнь И я люблю Но Моя сердца Поэтому, когда я была на море, делала спортивные водоспорты и, наконец, серфировала, я просто чувствовала, что это все, как я сделаю это возможным? Как я сделаю это возможным? Работать везде, виза, и много-много маленьких вещей, которые требуются для тебя, чтобы перейти в море, чтобы это работать, чтобы жить здесь. Быть настоящим серфером — это делать все от тебя зависящее, чтобы оказаться в том месте и в то время, где есть больше всего возможностей найти то, что ты ищешь. А потом не побояться и взять эту возможность, ведь она уходит так же быстро, как и пришла. Это момент, после того, как ты снялась, и ты на него, ты думаешь, вау, это просто невероятно. Но еще больше смелости порой требуется, чтобы признать, что твоя нынешняя ситуация — это не то место, где тебе стоит продолжать искать. Да, для меня это было очевидно. Когда ты принимаешь решение двигаться в нужную тебе сторону, ты никогда не знаешь, чем оно может обернуться. И в этом его магия. Мы должны быть на острове. Ты знаешь, что я имею в виду? Если ты сорвешься? Я попробую сегодня, для первого раза. Для первого раза? Да, я могу сорвать! Меня сразу влюбила в себя вся рутина серфинга. Сначала вы все вместе собираетесь, потом надеваете гидрокостюмы, берете доски и отправляетесь на машине через все ближайшие пляжи, чтобы найти самые лучшие волны. Приезжая сюда, я не ожидала таких эмоций уже в самом начале своего путешествия. Сам серфинг — это что-то невероятное, что превзошло все мои ожидания. Как вы можете заметить, серфинг оставил очень много воспоминаний о себе на моем теле в виде синяков, всадин, ранок и болей в разных частях моего тела. Но, если честно, я вообще не против. Музыка Музыка Что я хочу знать, как начинка? О, вы должны знать много! Хорошо, о том, что борт. Мы должны начать с борт. Это борт для старцев. Борт для больших борт. Борт и большая, большая. Это на нос, борт. Это на нос, борт. Это борт. И, как вы можете видеть, он очень-очень большой. Очень стабильный. Вы можете серфинг, без движения слишком много. Получив самую большую доску для новичков, я провела немалое количество часов, осваивая азы стойки и баланса на доске. Потому что это самое основное и то, в чем нужно немало практики. Музыка 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 Когда она уже, по сути, заканчивается. И это тоже было достижением. Просто встать хотя бы на пару секунд и понять, каково это стоять на доске, которая движется вместе с волной к берегу. Когда ты погружаешься в серфинг, важно понимать стадии волн. Есть настоящие, так называемые зеленые волны, green waves. То есть это еще не разбившаяся волна, которая только начинает формироваться в океане, и на которых серфят уже люди с опытом. А есть так называемая пена, то есть часть обрушившейся волны, на которой обычно обучаются серфингу новички. Это не считается настоящим серфингом, но всегда нужно с чего-то начинать. Музыка 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 Ты можешь определить свое направление, но ты никогда не будешь с точностью знать все те обстоятельства, с которыми будешь сталкиваться. Прежде чем отправиться в океан, серферы учитывают множество факторов, наблюдая за серф-прогнозом и за волнами из берега. Музыка 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 И только когда ты понял правила игры, подготовился к погодным условиям и знаешь, что именно нужно делать в непредвиденных ситуациях, ты можешь отправляться в океан. Это ощущается настолько естественно быть так близко к природе и, по сути, принимать участие в ее процессах, в ее динамике, в ее движении, в данном случае в движении волны. И эти ощущения просто вызывали такую улыбку на лице. Мне кажется, каждую секунду занятия вчера у меня просто улыбка была настолько сильной, что потом болели мышцы лица. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Это эффект на тебя, где я считаю, что это влезет все плохие и негативные, особенно если ты в плохом месте. Есть еще одна вещь. Есть еще один кнопок в голове, который кто-то запрещает. И все становится более простым, чем ты думаешь. Вау, ты так красивый! Я думаю, что плохие вещи, которые я прошел, сурфинг, привело меня обратно. Что может делать нас более живыми, чем умение чувствовать себя одним целым со всем, что нас окружает? Океан. Доска. И тишина ума. Итога. Я не представляю себя без сурфинг. Для меня это не спорт. Это человек. Это очень много, чем я занимаюсь. И я не могу представить себя без сурфинг. Я не могу представить себя без сурфинг. Для меня это не спорт. Это я, чтобы сделать часть меня, где я могу связать. чтобы забыть о том, чтобы просто быть там. Я желаю, что многие люди могут попробовать сферфить и понять, что мы получили. Все, кто-то, 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 кто-то. Она всегда остается на пляже, ждет меня. Она действительно лучшая дочь. И чем глубже ты сможешь ощутить внутреннюю связь с тем, чего ты хочешь, тем проще тебе будет даваться преодоление всех предстоящих тебе этапов, на которых так или иначе ты столкнешься с препятствиями. Гребли — это то, что занимает большую часть времени в серфинге. И то, о чем я и понятия не имела, начав свои первые уроки. Я помню первые два урока серфинга здесь, и я вообще не понимала, что происходит. Я помню, что у меня были абсолютно краснейшие глаза, у меня болело все тело. Я просто настолько была слаба в руках, что мне было тяжело нести этот борт. Я не понимала, как люди вообще становятся на эту доску, как они справляются с силой и мощью этих волк, при том, что они были небольшими. Но для начинающего человека это большие волны. Любая волна — это большая волна, когда ты ни разу не серфил. Настоящий серфинг начинается с первой волны. Он находится далеко за линией берега, а именно чуть выше того места, где зарождаются и набирают силу волны. Это и есть лайнап, то есть самое удачное и правильное расположение серфера, при котором ему будут доступны лучшие волны, которые только-только начинают формироваться. Но прежде чем туда добраться, серферам предстоит путь в открытый океан. Им предстоит гребля против идущих на них волн. Работа всех мышц тела. Первый тест своей смелости. Необходимость понимания и прокладывания маршрута, учитывая особенности океана и течения. И порой необходимость нырять под волны. И все для того, чтобы оказаться именно там, где тебе будут открыты все возможности. И где ты сможешь встретиться с волной своей мечты лицом к лицу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 And then you just go. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА